Возглавил комиссию председатель правительства края Виталий Снезарь. Также в нее вошли руководители Краевого министерства строительства и транспорта, Управление по промышленности и энергетике, специалисты Краевого МЧС. Как поясняет пресс-служба правительства региона, комиссия оценит состояние всех систем жизнеобеспечения города в преддверии отопительного сезона. В администрации Камня-Нааби нам подтвердили, что комиссия работает, но более полной информации поделиться пока отказались. Итогового заседания комиссии еще не было. Назначено на 16 часов. Когда будет решение комиссии принято, тогда и будет понятно, помогла приезд комиссии, как помог и какие можно сделать из этого выводы. Напомним, несмотря на приближающиеся холода, уголь в Котельные Камня-Нааби не завезен в полном объеме. Прошлой зимой его жгли больше из-за плохого качества, а в домах жителей температура не поднималась выше 15 градусов. Поставщик угля в этом году не изменится. Сейчас решают вопрос поставки первых 13 тысяч тонн, а нужно 50. Более того, на существующий МУП оформляют банкротство. Долг компании составляет 100 миллионов рублей. Сейчас в городе объявлен режим чрезвычайной ситуации. По другим районам края, по словам в Рио, ситуация с подготовкой к зиме не вызывает опасений. В частности, крупнейшее в регионе предприятие теплоэнергетики, Барнаульская ТЭЦ-3, уже запасла порядка 300 тысяч тонн угля, при норме в 90 тысяч тонн. Норматив мы сейчас превышаем в 300, то есть процентов сейчас нормативного объема. А максимальные вместимости, ну, за мою бытность, то есть 20 лет работаю, первый раз такие объемы вообще по углу. Всего же в крае на предприятие большой энергетики на сегодняшний день завезено более миллиона тонн угля. Это более чем в три раза превышает нормативные требования. В целом, котельные регионы загружены на 75%. Полностью закрыть потребности власти края планируют до 15 сентября. Илья Кочетков, Александр Антропов. Наши новости.